Всем привет, с вами Кейди Программ и в прошлом видеоролике там, где мы создавали игру Зназаврик от Google на Scratch, я бы обещала то, что я сделаю полный обзор на полную версию Scratch 3.0 и сегодня я вам расскажу и покажу, что же изменилось в Scratch 3.0 и расскажу про фичи, которые появились в Scratch 3.0. Поехали! Сразу заметно изменение в интерфейсе программы Теперь Scratch 3.0 похож больше на Scratch 1 версии относительно расположения сцены, блоков, самого поля для программирования. Вот Scratch 2.0 напоминает только белый интерфейс программы. Ну и в общем-то все. Стрейс программы стал более красивым и приятным, нет никаких насыщенных или ярких цветов, все красиво и эргономично. Теперь давайте перейдем в вкладку костюма, которая тоже призвала некоторые изменения. У нас здесь перелись несколько новых кнопок. Группировать, разгруппировать, вперед, назад, на передний план или на задний план. Мне этих кнопок очень не хватало Scratch, потому что я работаю в CorelDRAW и все картинки для видео я делаю тоже в CorelDRAW. У нас также остались те же самые кнопки. Перетащить объект, размыть объект, конвертировать в расстовую графику или векторную графику, увеличить или уменьшить. Все то же самое. Теперь давайте перейдем в вкладку звуки, которая тоже пережила некоторые изменения. Сейчас у нас четко не видно, где повышенная громкость, где пониженная громкость. Здесь у нас все какое-то расплывчатое в виде вон. Да, также заметно то, что теперь это не черно-белый фон, а какой-то розовый фон. Ну и здесь больше их мнений нет. Давайте поговорим о фиджах, которые появились в Scratch 3.0. Открываем вкладку добавить расширение. И что мы здесь видим? Мы здесь видим огромное количество расширений. Музыка, пиро, виде распознавания, текст, речь, перевести, мейки, мейки, микробит и еще две штуки. Всего здесь расширений 11. Музыка, пиро, виде распознавания это было сейчас в Scratch 2.0. Так что объяснять их я не буду. И у нас здесь есть текст речь, перевести. Также огромное количество разных расширений для роботов, для разных плат, но о них мы поговорим чуть позже. Сейчас давайте поговорим о расширениях текст речь и перевести. Кроме решения текст речь, добавляем также решение перевести. Итак, у нас здесь не такое большое количество блоков, чтобы это заняло огромное количество времени. Нет. Давайте идти на программу, которая что будет? Начало будет голосом и письменно говорить о том, что введите какое-то слово для перевода. Мы будем это все выводить на русском языке. После того, оно будет нам переводить это слово и выводить на нашей консольной. Потом он будет голосом предлагать нам сказать это слово, уже переведенное. И если мы согласимся, напишем да в ответе, тогда он нам голосом на английском скажет это слово. Так, давайте приступим к созданию этой программы. Что мы делаем? Мы берем наш самый главный блок. Ну, как обычно, когда флажок нажат. Потом мы должны взять блок говорить. Только здесь мы так должны установить, установить и сказать. Сейчас расскажу вам про все три блока. Итак, установить АЛЬТ голос. АЛЬТ, если мы откроем эту вкладку, у нас также будет АЛЬТ, ТЕНОР, ПИСК, ГИГАНТ, КОТЕНОК. Огромное количество голосов. Так что мы можем установить любой, который нам понравится. И он будет говорить таким тоном. Ну, об этом чуть позже. Давайте сначала установим, который мне больше нравится. Например, ГИГАНТ. Ставим его сюда. Потом мы установим язык, который он будет говорить. Если мы видим какой-то другой язык, смотри, что получится. Нажимаем устанавливать Russian. Давай. Слышали, что он сказал? Я, если честно, ничего не понял. Поэтому мы устанавливаем Russian и возьмем нормальное слово. Например, привет. Привет. Теперь все хорошо. Он не сказал нам какую-то расплывчатую фразу. Поэтому мы должны обязательно поставить здесь вот два блока, которые нам сразу будут говорить. В каком тоне он будет говорить и на каком языке он будет говорить. Только здесь мы должны поставить Введите слово для перевода. Точка. Да. Теперь мы должны это написать письменно. То есть он должен спросить, чтобы у нас появилась вот текст из клавиатуры и мы могли ему ответить, какое мы слово будем переводить. Так. Копируем это. Ctrl-C и здесь также Ctrl-V. Да. У нас здесь появится строка и мы можем вводить. Теперь давайте создадим отдельную переменную, в которой мы будем записывать ответ, который нам ведет наш пользователь. Назовем это переменную. Ответ. Да. Кстати, здесь также мы видим изменения в интерфейсе. Введение перемены. Теперь он стал также более красивым. Так. У нас будет переменная ответ. Зададим ответ значений. Ответ. Где у нас? Вот он. Только не моя переменная, а ответ. Да. Теперь что мы должны будем сделать? Мы должны будем перевести это слово. Что мы делаем? Мы берем, открываем вкладку перевести. Здесь берем этот блок, находим вкладку внешний вид, в котором находится говорить, сказать, думать и так далее. Берем говорить, потому что нам не нужно, чтобы он говорил всегда. Ставим сюда блок перевести. И что мы здесь должны поставить? Правильно. Перемены, в которые записан наш ответ. Правильно. Сюда ставим и выбираем здесь также язык. Извините. Здесь у нас с какого языка на какой переводится? Правильно. На английский. Ищем английский. Вот он. И давайте посмотрим, что же выведет наша программа. Нажимаем на флажок. Введите слово для перевода. Он сказал нам тоном гиганта на русском языке. Все правильно. У нас также вывелся наш опрос о том, что мы просим пользователей ввести какое-то слово для перевода. Давайте напишем. Привет. Привет. Нажмем окей. Он нам все перевел. Все правильно. Просто отлично. Hello. Так и будет. Теперь, как я вам мешал, давайте сделаем так, чтобы он нам предлагал сказать это слово с самим голосом. Так. Теперь нам нужно опять блок спросить. Идем в вкладку сенсоры. Берем блок спросить. Только перед ним опять же мы должны поставить вот эти вот три блока. Хотя, зачем они нам? Нам понадобится только блок сказать, потому что здесь пока нам изменять ничего не надо. Да. Спросим сюда. Здесь там не видите слово для перевода. Здесь мы спрашиваем. Сказать это слово. Знака вопроса. Через так же это все копируем. И ставим для вывода на нашу консоль. Сказать это слово. Так. Теперь мы берем уже сам блок ответа. И смотрим, если ответ. Здесь там наши условия. Если ответ будет равен. Что-то я не могу найти равен. Хотя, вот, нашел. Равен. Да. Сюда ставим блок ответ. Вот он. Тогда мы должны будем произнести это слово. И здесь уже нам понадобится несколько других блоков. Ставим блок сказать. А перед ним ставим установить язык. Какой нам нужен язык? Правильно. English. Вот он. И мы должны говорить ответ. Точнее, правильнее будет наша переменная. Переменная, в которую мы до этого уже записали наше слово. Теперь нам нужно даже перевести это слово. Уведите слово для перевода. Коротко выбираем. Да. Теперь мы должны ввести слово. Привет. Он нам его переводит письменно. Сказать это слово. Он нас просит сказать это слово. Спрашивает. Планируем, допустим. Да. Hello. Он нам говорит переведенное слово. Все правильно. Hello. Ну и, в общем-то, все. Да. Теперь давайте поговорим о других расширениях, которые здесь также есть. Это микробит. Мэйки-мэйки. Легомайстром с Эва-3. Лега-Виду 2.0. Микробит. Мэйки-мэйки. Это платы, которые мы также можем программировать уже на скрэйче. И для меня здесь больше всего интересно Легомайстром с Эва-3 и Лега-Виду 2.0. К сожалению, Лега-Виду 2.0 у меня в распоряжении нет, поэтому спрограммировать я его не смогу. А вот Легомайстром с Эва-3 у меня как раз есть. Но я хочу сделать отдельный выпуск о том, как его правильно подключать к скрэйч 3.0 и мы его будем программировать уже. Да. Почему я собираюсь сделать отдельный выпуск? Потому что там подключить его к скрэйчу это достаточно трудоемкий процесс. Именно поэтому мы сделаем отдельный выпуск. Ну и, в общем-то, все. Никаких новых фич здесь больше нету. Я думаю, можно уже заканчивать. Подведем итог сегодняшнего видео. Итак, сегодня мы поговорили об изменениях в интерфейсе программы. Мы поговорили о новых фичах, которые здесь появились. Но, если самое крутое, это говорить текст какой-то и перевести какой-то текст. Мы также чуть-чуть поговорили о платах и роботах. Но, как я уже говорил, мы поговорим об этом более подробно в следующем видеоуроке. Ну и, в общем-то, все. Не забывайте подписываться на мой канал, конечно же, ставить лайки, много лайков. Ну так, всем удачи. Всем пока, друзья.